Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 марта, Православная Церковь совершает память преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца. Преподобный Макарий Калязинский в миру Матфей родился в 1400 году в селе Грибково Кожино, близ города Кашино, в семье боярина Василия Кожи. От юности он стремился к монашеству, но по воле родителей женился. Через год скончались его родители, а еще через три года приставилась и его супруга Елена. Не имея ничего, что привязывало бы его к прежней жизни, Матфей постригся в иноке в Николаевском Клобаковском монастыре. Из любви к уединению он оставил городской обитель и вместе с семью иноками нашел место в 18 верстах от Кашино между двумя озерами вблизи Волги. Здесь преподобный водрузил крест и основал уединенную пустынь. Боярин Иван Каляга, которому принадлежали близлежащие земли, стал опасаться, что возникнет иноческая обитель, которая начнет обрабатывать пустоши. Враг спасения посеял в боярине такую злобу и ненависть к преподобному, что он решил убить святого. Но неожиданно его свалила тяжелая болезнь. Страх близкой смерти пробудил в боярине раскаяние. Больной Каляга велел нести себя к преподобному и у его ног поведал о своем злом намерении и просил прощения. «Бог простит тебя», – ответил смиренный подвижник. Желая загладить грех и стремясь помочь преподобному, боярин отдал возникшей пустыне свои земли. Иноки воздвигли храм во имя Пресвятой Троицы. Распространившаяся молва об обращении боярина Каляги привела к преподобному многих, жаждавших спасения. Надо было избрать игумена. Преподобному Макарию было тогда уже не менее 53 лет, но он считал себя недостойным этого сана и просил каждого из пришедших с ним старцев принять на себя священство и игуменство. Лишь уступая общему желанию, преподобный был посвящен воигумена тверским епископом Моисеем. К первому служению алтарю Божию новый игумен готовился долгой уединенной молитвой, а потом приобщил всех братьев святых тайн. В сане игумена преподобный Макарий трудился наравне со всеми иноками. Впоследствии в монастыре хранились два апатира, дискос и два блюда, сделанные преподобным Макарием на токарном станке. Он наставлял не только иноков, но и приходивших в обитель мирских людей, равно относясь как и к знатным, так и к простым. Несмотря на свое происхождение и звание игумена, преподобный носил худую, покрытую заплатами одежду. В обращении и всем укладе жизни преподобный Макарий был так прост, что высокомерный еретик, князь Инок Васиан, глумясь, называл его «калязинским мужиком». Сам преподобный больше любил слышать о себе насмешки, чем похвалы. Он часто ходил по безмолвным местам, чтобы наслаждаться желанным одиночеством на природе. Дикие звери, чувствуя его кротость, иногда принимали от него пищу. С тех пор, как преподобный Макарий поселился в пустыне, он не изменял своего строгого правила до глубокой старости. Уже при жизни преподобный неоднократно исцелил расслабленных и бесноватых. Приемником епископа Моисея по кафедре был родной брат преподобного Макария, епископ Геннадий Кожин. Прославился святостью племянник преподобного Макария, преподобный Паисий Угличский. В Калязинском монастыре хранился сборник слов святителя Григория Богослова, переписанный им. Представился преподобный 17 марта 1483 года по старому стилю. По окончине на нем нашли тяжелые вериги, о которых до этого ничего не знали. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается поминовение усопших и память святых преподобного Алексия, Человека Божия, преподобного Парфения Киевского, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии, священомученика Александра Поливанова Пресвитера, священомученика Виктора Киранова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин